О, привет! Заходите к нам на огонек, всегда рады. Заходите, заходите, заходите. В этот раз передача «Лица Сарова» в гостях у Вячеслава Лопашова, общественного деятеля нашего города, педагога-организатора Центра внешкольной работы. С молодости Вячеслав Викторович ходил в походы, играл в КВН, проводил концерты и праздники, снимал телепередачи. Родители Вячеслава приехали в Саров, тогда еще Арзамас 75, по распределению. Будущий педагог учился в 20-й школе и уже с детства был активным и любознательным. Находясь уже в школе, ну, надо было чем-то заниматься интересным. Помимо учебы, всегда тянул к чему-то такому, ну, возвышенному. Вот, занялся сначала авиамоделизмом, потом судомоделизмом и остановился на фотографии. Так, как это получилось, Гусаков Владимир Иванович прям нам все помогал делать, как это должно быть. Учил фотографии, направления, свет. Ну, в общем, много-много лет я был там. И группа была тоже, там, пионеров интересные, кружки интересные были. То есть как-то такая попал, вот случайно, да, случайно, но попал вот в такой круговорот, где было, ну, вот для меня, как для подростка, просто интересно. Там же было много кружков, рядышком были и слесаря, электронщики, там что-то пилили по дереву, танцевальные кружки, и какая-то такая общность, да, сразу. Я понял, ё-моё, место, куда я попал, но лучшее в мире. И, собственно говоря, до окончания школы я там был, даже одно время там был, как бы вот, изображал руководителя этого кружка одно время, пока там была чем-то между двумя руководителями, какой-то промежуток. Ну, неважно. Это, то есть, это вселило во мне интерес вообще к творческой части, к творческой жизни. После окончания школы Вячеслав поставил себе цель – попасть на работу во ВНИЭФ. Сначала он пошел трудиться на первый завод радиомонтажником. И там снова наш герой окунулся в молодежную и культурную среду. Вячеслав начал играть в КВН, а потом и сам стал ведущим и организатором этого мероприятия. Тогда КВН собирал огромные концертные залы. Также Вячеслав Лапашов занимался спортом, активно участвовал в различных соревнованиях и турслетах, помогал в работе комсомольской организации, ходил в походы и сам выступал в качестве туристического инструктора. Тогда Вячеслав всем сердцем и навсегда полюбил путешествия. Турслеты. Их было 10 штук имени Любовь Яковлова-Похорьковой. Во всех 10 я принимал участие в турслеты. В НИЭФ были. Тоже несколько штук было. Это все проводилось, естественно, протяжки на Третьем Филипповском озере, что было достаточно интересно. Это была спортивная деятельность гигантская. Ну как от нее? Я тогда учился, мало того, стал заниматься активно спортивным туризмом, еще и спортивным ориентированием. Там разряды какие-то были. Ну сейчас это уже не имеет никакого значения. Но был сам факт, что мы могли большой группой куда-то уезжать, там человек 20-30, команда, и где-то носиться там вот километров 10-12 по лесам с компасом, с картой. Ну это очень, это захватывает, это очень интересно. И круг общения, он всегда рос. Ну а когда в спортивный туризм уже пришел, свой первый поход у меня был по горам Кавказа. Это было очень давно, это был 78-й год. Это было совсем супер давно это было. Вот. И как-то это запало в душеньку, что вообще путешествия, странствия, это в принципе интересно. Ну с учетом того, что я очень, ну мне интересно было вообще географические открытия всевозможные, я прочитал все в библиотеке Маяковского, все книги, какие там были. И однажды я пришел, и мне что-то нужно было узнать в Северном морском пути, ну там в частности там море Лаптевых, и там какое-то открытие вот, где, ну Байдорадская губа, собственно говоря, река Байдорад, которая выходит из озера Щучья. Я говорю, не важно, это Полярный Урал. И что-то мне там нужно было узнать, но меня посмотрела щетенька печально-печально. Я говорю, я вам книжку не дам. Я говорю, почему? А вы все прочитали, что у нас есть. И тут я понял, что надо идти дальше. Вот. И уже я стал сам водить туристические группы, сначала с детей, это там Селигер, это Хибины, это Владимирская область, то есть по равнинке. Мы были и на Полярном Урале, мы были на Севере, Кавказ, само собой, тут весь прошли среднюю часть. Ну, очень интересная. Ну и к тому же захватывала работа, просто обычная наша работа в Федеральном геозерном центре. Я сначала был простым рабочим, самым маленьким, самым-самым маленьким человечком второго разряда. Окончание техникума, потом институт, то есть, ну как-то расти нужно было, естественно, человеку. После техникума Вячеслав Викторович перешел работать в КБ-2. Получил инженерную должность, но продолжал повышать свою квалификацию в УЗИ. Увлекательная научная работа инженерам-испытателям, яркие впечатления от поездок на полигон до сих пор оставили след в душе Вячеслава Лопашова. Но в период 90-х годов работать во Внеев уже стало тяжело. Заказы сокращали, зарплату задерживали. Когда Вячеславу Викторовичу предложили возглавить городской комитет комсомола, он раздумывал недолго. Но в 1991 году новый режим начал уничтожать все, что напоминало о коммунизме. Тогда комсомольцы стали превращаться в Российский союз молодежи. Когда я пришел уже работать, когда комсомол закрылся, стал Российский союз молодежи, но он долго не продержался, но была задача какая? Сделать так, чтобы стала молодежная организация должна жить. Иначе подспорья снизу не будет вообще нигде. Вообще не будет нигде. И вошла борьба за создание работы, вернее, не борьба. Это телекомитетов по делам молодежи, отделов по делам молодежи при городских администрациях. Ну, у нас получился отдел по делам молодежи, спорта, туризма и у меня школьная работа. И в итоге, слава богу, время прошло где-то полутора лет, и эта организация все-таки создалась. И чему я рад, и все, наверное, рады, что ничего не умерло, все осталось. Вот тогда у нас пришло, там мало народу еще тогда работало, к сожалению. Ну, мало пока начинало. Но постепенно вот сейчас превратилось это в достаточно большую организацию, уже такую государственную службу, которая заменила собой практически весь комсомол. За молодежную работу Вячеслав отвечал вместе со своей коллегой Ларисой Пустыниковой. Основной задачей на то время была организация активных групп молодых людей по различным направлениям деятельности. Педагоги-организаторы находили необходимые помещения для занятий и выбивали у администрации финансирование на мероприятия. И мы вот тогда, мы пришли, два таких сотрудника, Лариса Пустыникова тогда пришла, мы сели напротив друг друга в здании, сейчас называется управление образованием, департамент образования, мы с чего начнем? Давай начнем с детей, со школьников, там, пионерская организация, давай с нее начнем, да, сделаем что-то. А я начну, что я тогда умел делать? Я умел делать КВН, занимался там бальными танцами, занимался там организацией эстрадных песен, там, еще каких-то мероприятий и спортивных. И мы потихоньку, вот, ну, опыт у обоих был, мы начали вот это делать. С двух человек. Нет, ну, там, мы, я именно спортивных мужиков, которые там монстры были, там монстры, их пока, ну, так, ну, они там монстры, это был спорт, я имею в виду, чисто молодежка. Вот, сначала у нас был Коченков Игорь, руководитель, потом Вячеслав Владимирович Девятков. Это, ну, очень интересные, самобойтные ребята, конечно. Вот, прям, ну, знакомы-то мы были еще и до этого, то есть все вместе работали вне, слава богу. То есть удачно сложилось, что мы были единомышленники, в принципе, то есть мы мыслили одинаково. Поэтому все получалось. Ведь и торселеты продолжились. В 94-й год возродился, например, фестиваль авторской песни «Зимородок». Он как-то как раз ушел одно время, и вот мы его, мы так вот вырастили, он опять вот, он опять стал расцвел. Каким-то образом проводились гигантские совершенно соревнования, фестивали. Во-первых, организовали 23, потом 25 молодежных организаций в городе. Даже перечислять по пальцам долго, то есть, ну, долго. Ну, достаточно сказать, что проводились гигантские фестивали клубов аэробики. Это злые, вредные, ненавидящие друг друга, руководители этих клубов, тетеньки, девчонки, да. Вот. Мы их ухитрили, как-то ухитриться собрать, чтобы провести огромный фестиваль там в Дворце молодежи, например. Там их было участников человек 130-150, и зрители человек 400. То есть зал ломился от людей. Это было очень интересно. Фестиваль этого рукопашного боя, клубов рукопашного боя. Тогда каратэ, до и каратэ, после, это же было вообще, это был предел мечтаний. Тогда и военно-спортивный клуб «Гром», Сергей Афанасьев был. И вот эти клубы всевозможные, рукопашный бой, их просто масса была. Просто масса. И мы тоже проводили гигантские совершенно вот такие соревнования. А при огромном стечении людей, при, ну, я не знаю, праздник, вот, знаете, огромный праздник. Конкурсы бодибилдинга впервые тогда проводились. Занимая должность в отделе по делам молодежи, Вячеслав Викторович решил запустить на канале 16 городскую телепередачу «Молодежный клуб». Тогда за ее выпусками следил весь Саров, от мала до велика. В 40 минут создатели умещали все самое интересное, что происходило за месяц в молодежной среде. Выходила передача ежемесячно, на протяжении 10 лет. Каждый месяц где-то, ну, порядка 40 минут на передаче выходило. Там примерно 7 сюжетов о каких-то событиях нашего города. Гиперинтересно. Это просто сам себе режиссер, сам себе постановщик всего этого. Сами все сняли. Вместе с каналом 16 все это смонтировали. Вместе все это посмотрели. Ну, великолепно. То есть это и дети, что самое интересное. Тогда же все равно редкость была. Видимо, гетофонов было совсем мало. И тут они видят себя. Я вот там бегу на соревнованиях, там, в Зорнице. А я вот там пою песни где-то там на сцене. Дом молодежи там или там кинотеатр России. Вот дети, они становятся немножко какими-то другими. Им еще хочется. Это же затягивает. То есть хочется опять показаться где-то на экране. Они опять куда-то стремятся. И петь стремятся, танцевать, что-то делать, мастерить, когда к ним приходят. Ведь, понимаете, для нас это уже нормально в жизни. А для, когда вот маленький пупсик там, скажем, мальчик, даже меньше подростка, и когда приходит телевидение даже наше, когда он что-то, и направляет на него видеокамеру, он все, он ошарашен, он другой. Мамка, меня сегодня по телеку показывали. Ну, понимаете, интересно же. И вот мы этим занимались. Мы каждого ребенка вот пытались с ним поговорить, там, что-то показали. Хотя бы каждый должен промелькнуть там на экране, ну, действующие лица. Мы помонтировали ночью всегда обычно, где-то до двух ночи, до трех ночи. Это был такой образ жизни. То есть каждый монтаж – это не только не тяжелая работа, это праздник. То есть мы сидим, мы там, чай, самовар, потому что долго, длинно. Потом надо было один дубль переснять, потом введение самой программы опять подснять, потом что-то не пошло, еще раз отснять. То есть монтаж, отсъемка и все это вот вместе сложить – это, ну, в общем, целая такая эпопея. И мы там домой возвращались в 4 утра. Это было совершенно естественным таким. В то время уже начали возникать и первые саровские рок-группы. В городе тогда их было около 15. Вячеслав Викторович помогал молодым музыкантам найти инструменты или помещения для репетиций и выступлений. Рок-фестивали проводились два раза в год – и в клубе «Авангард», и в Доме строителя, и в кинотеатре «Россия». Так прошло 9,5 лет. И Вячеславу Лапашову предложили новую должность проректора по воспитательной работе в МИФИ-4 в Саровском физико-техническом институте. В это время он успевал заниматься и научной работой по социологическим дисциплинам, и защищать диссертацию. На этом месте Вячеслав Викторович задержался на 16 лет. 2002 год, и я пришел на работу в наш МИФИ, Московский инженерно-физический институт, филиал его. Очень прям замечательная работа, замечательное место. Юрий Петрович Щербак тогда меня пригласил. Я занялся работой тоже со студентами. То есть, так как на этот момент было распоряжение, чтобы в каждом ВУЗе была создана молодежная организация и служба, которая будет этим заниматься. Ну, то есть, он назывался проректор по воспитательной работе. И я считаю, что выиграл я от этого, ну, тоже очень много, и для себя, в принципе, и не ушел как бы из поля зрения всего города, потому что влил саму студенческую организацию, ну, как бы, вот, в жизнь города. Хотя когда-то, еще в 95-м году, сам для них написал, я еще там не работал, да, я написал устав этой молодежной организации, студсовет он назывался у меня, да. И вот, и потом, как бы, сам в нее уже и пришел на работу. Ну, интересно было. Когда создавались вот все эти молодежные организации, одна из них была студенческая. Замечательная работа. Дело в том, что помимо организационной деятельности, вот такой общественной жизни, да, студенческой, вливания в его в социум нашего города, это была научная работа, это было участие в конференциях, это были какие-то научные изыскания, которые в итоге закончились вот написанием кандидатской диссертации, кандидат социологических наук. Это ежедневная вот встреча со студентами, потому что я еще читал лекции, то есть социология, политология были мои предметы, я и занимался вот этим учительным лекциям. Ну, это было интересно, то есть узнаешь ребят больше, знакомишься с ними, и когда ты знакомишься с ними, то их проще привлекать к каким-то деятельностям, ну, к деятельности, ну, потому что в ходе уроков, да, занятий, уже узнаешь, кто из них есть кто, и кого можно привлечь, ну, к какому-то виду. Кто-то спортсмен, кто-то там художник, кто-то там творчески настроен, танцы, песни, да что угодно. Ну, люди все разные, люди умеют все, только они этого не знают, их надо направить туда, куда они хотят. И вот в этом задача состояла. То есть взять человечка и направить его туда, его силы, где он может себя проявить. Потому что в каждом человеке заложено все, но она не открывается, эта дверка, потому что он не знает, в какую сторону ее открыть. И вот мы это делали. Ну, причем многие ребята, студенты, они достигли очень достаточных и научных, и общественных вершин. И уже через много лет Вячеслав Лапашов практически снова вернулся к тому, с чего и начинал – к работе с молодежью в Центре внешкольной работы педагогом-организатором. И шел он сюда уже с определенной идеей – создать юношеское историческое патриотическое движение. Так родились молодежные объединения победители, а после – музей военно-исторической миниатюры, где собрана большая коллекция солдатиков. Их папулька привозила из командировок. Я начал мальчику привезти. Ну, солдатик, вот он и привозил солдатиков. И я в них играл. Там с братиком играл, потом там с друганами стали играть, потом собираться побольше дворами, и там уже там целые сражения. Но с возрастом все забросили это дело там. Ну, кто раздал, кто выбросили, кто куда. Они у меня просто сохранились. Они сохранились, и когда я что-то видел, что-то новенькое вдруг увидел, тогда редко было что-то новое, но было. И я приобретал, и опять в коробочку все складывал. Ну, пригодится. Ну, и там каким-то интересным датам доставал, смотрел, как интересно я живу. Там опять пытался расставлять, когда никого нет, никто не видит. Сам с собой там чего-то их там построил, парадик там провел. Ну, просто вот было так интересно. А потом уже стали солдатиков появляться много. Ну, их просто много стало. И уже стало интересно. Там гости, там ребят, когда приходят, им показывают, у меня вот это есть, у меня вот это есть и это есть. Начинается какой-то там культурный обмен какой-то. Кто-то себе что-то приносит, что-то новенькое, глаза разгораются. Хочется еще что-то такое. Потом появились вот эти солдатики уже вот, ну, как мы их называем, военно-исторические миниатюры. То есть это объемные, литые, крашенные вручную. Вот. И стали появляться. Их стали приобретать по чуть-чуть. По чуть-чуть. Это все-таки на тот момент это было достаточно дорого. Даже рубь солдатик стоил. Ну, это был рубль. Советский рубль – это советский рубль. Это два раза пообедаться можно было сходить совершенно спокойно. Да еще было мороженое осталось совершенно. Поэтому приобретались они редко, но вот потихонечку. А уже когда первые были вот видеосъемки, да, про коллекцию в газете что-то выпустили, мы уже стали приглашать на выставки в наш музей, там, на выставочные какие-то мероприятия. И уже идейка такая, ну, сейчас бы комнатку вот расставить все это хозяйство. Ну, как-то сбыча мечт осуществилась. Ну, правда, знаю, прошло 50 лет, но ничего страшного. Она же свершилась мечта. Расскажите, как создавалась вот эта большая диорама? Она такая масштабная, такая, ну, самая большая, да, здесь у вас, наверное, в музее. Что здесь представлено, какое сражение, как вообще вы ее делали? Диорама – это называется Бородинское сражение. Здесь наш 6-километровый отрезок Бородинского поля умещен в 3 метра. 2 на 3, здесь 2500 солдатиков, фигурки баштабы 1 к 72. Создавалась она, покупались солдатики 30 лет, красились 10 лет, установивались 3 месяца. Сначала эта диорама у нас стояла в галерее, в спортивной галерее, это в бассейне нашем «Дельфин». Год на орду простоял, и потом вот она перебралась тихонечко сюда. Началось все вот там с французских гвардейцев, которые вот там вот находятся, вот там в строю. Они были куплены 28 ноября 1989 года в основном городе Горьком. Он тогда так еще назывался. И потом была, сначала появилась идейка еще докупить таких же и сделать сначала сражение при Ватерлоу. Но потом мысли постепенно в другую сторону, лучше Бородинское сражение все-таки свое сделать. И мы начались приобретать вот эти солдатики. Они же из разных стран. Пройдя такой большой и разный путь, Вячеслав Лапашов теперь говорит с молодым поколением о героизме, любви к родине, нравственных ценностях нашего времени. И так же, как и раньше, привлекает молодежь к общественной жизни, к работе на благо города и страны. И где бы ни был Вячеслав Викторович, какой бы пост ни занимал, где бы ни работал, наш герой чувствует, что он именно там, где и должен быть именно сейчас.